В Карачаево-Черкесии завершились выборы кандидата в органы местного самоуправления. В ходе 48 избирательных кампаний был замещен 361 депутатский мандат. Всего на выборах этого года было зарегистрировано 843 кандидата. Если анализировать партийный аспект выборов, по итогам единого дня голосования «Единая Россия» получила в муниципальных органах представительской власти 254 мандата, 66 достала самовыдвиженцам, КПРФ – 34 депутата, ЛДПР – 4 мандата и еще один получила казачья партия. Из 81,5 тысячи избирателей Карачаева-Черкесии участие в голосовании приняло 51 тысяча человек. Явка таким образом составила 62,5. Итоги выборов для политической партии «Справедливая Россия» подвел председатель ее регионального отделения, председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и средствам массовой информации парламента Карачаева-Черкесской республики Ренат Акбаев. Здравствуйте. Прежде чем подвести итоги выборов, давайте вспомним, как вы и ваша партия к ним готовились. Год стал по всем этим очень странным годом на самом деле, потому что вот нежданно-негадно на весь мир обрушился такая большая проблема, как пандемия. Конечно, все было странно вообще в этом году. Ну, вот эти же выборы были они больше в сельских поселениях. Там, конечно, своя работа, все по-другому. Вот это села, там все друг друга знают. И как-то мы подбирали кандидатов, чтобы там люди их любили, знали, прислушивались. И вот были очень масштабные выборы именно вот по сельским поселениям. Это нельзя недооценивать. То, что в прошлом году, например, были крупные выборы, да, там районные, там народное собрание. Эти выборы для населения ничем не уступают, потому что именно сельские депутаты знают проблемы сельских жителей. И от них очень многое зависит, конечно. И в выборах глав сельских поселений, и вообще дальнейшая работа по нуждам. Селы это были очень-очень важные выборы, конечно. Вы довольны тем, как прошли выборы? Да, мы постарались участвовать во всех населенных пунктах, сельских поселениях. У нас были списочники. В этот раз списочники были только в Санитте-Зеленчевской, да, списки и одномандатники. В остальных селах были только одномандатники. Мы участвовали на выборах во всех сельских поселениях, но у нас были много кандидатов, депутатов, как самовыдвиженцев. В общем, мы где-то взяли 22 мандата, два по спискам в Санитте-Зеленчевской, остальные все по сельским поселениям. Фактически по всем районам и большинстве сел у нас есть свои депутаты. Хоть мало, один-два, но мы везде будем, мы везде есть и везде будем принимать участие, конечно. Вообще, расскажите, какие функции, полномочия у сельских депутатов? Что они могут сделать, от чего они не могут? Первое, это сейчас сельские депутаты будут выбирать главу села. Первая задача, это выборы, вот сейчас глав поселения будет. Второе, это сельский депутат, это депутат каждого своего района, это свои улицы, где есть масса проблем каких-то, вот важно, чтобы они доносили для главы сельского поселения или для главы района, вот те нужды, которые есть в селах, да, а в селах нужд очень много. Вот, и мы со своей стороны, если вот на все обращения будем рассматривать, и в те же районы, там, в министерство, обращаться с просьбами, просить о чем-то, и чтобы как-то взаимодействовали и приносили свой вклад в сельские поселения, там, где наши депутаты к нам обращаются с теми проблемами, которые там есть. Самое главное, чтобы они всегда были в контакте с сельским населением, чтобы они до нас доносили те проблемы, которые есть в селах, потому что мы, живя в городе, конечно, не все можем знать, да, вот проблемы сел там, с теми же пастбищами, с теми же очень-очень много проблем в селах, которых мы просто можем не понимать. И очень важно, чтобы наши депутаты до нас это доносили, и мы, в свою очередь, это в народном собрании какие-то шаги предпринимали, чтобы помочь и законодательно, и по-другому, именно сельским поселениям. Сегодня очень важно вот наше взаимодействие с селами, потому что, ну, Карачаево-Черкеска, это же все-таки сельскохозяйственная республика, и очень много проблем в селах, вот с теми же пастбищами, что я говорил, да, вот, и нам важно, чтобы мы были, не обязательно, чтобы нас бывало большинство, но чтобы в каждом ауле, в каждом селе был свой депутат, который до нас донесет вот эту проблему, да, вот, и в целом, вообще мы планируем с этого года вот все депутаты всех уровней, это праведливость, и мы будем делать круглые столы, собираться где-то, и обсуждать вот те или иные проблемы. И вообще вот хотелось бы в дальнейшем как-то вот, чтобы с жителями Карачаева-Черкесии, у нас есть очень много громадных жителей, да, в республике, которые наблюдают народным собранием, которые смотрят за нашими законопроектами. Очень хотелось бы, чтобы вот побольше мы привлекали, вот, именно из простого народа людей, и юристы, там, и экономисты, и чтобы они в наших круглых столах участвовали, и вообще приносили свои какие-то идеи, чтобы мы как-то вот вместе взаимодействовали, и они участвовали в наших законопроектах, чтобы мы вот их слышали, слушали, и понимали, вот, что нам надо, и я думаю, что это было бы очень хорошо. Депутатского поселения или жители, да, вот, они могут все вместе, вот, есть очень громадные люди, есть и в селах, вот, они могут инициировать в нашу фракцию в народном собрании любой законопроект, мы его будем здесь рассматривать, и если никаких нарушений нет, и все по закону, то мы можем выносить этот законопроект в народное собрание, на сеть, и могут, конечно, приниматься эти законы. Так бывает, мы так работаем, и, ну, наши депутаты все участвуют, по большому счету, в наших законопроектах, которые от фракции нашей исходят. Как живет ваша партия в период пандемии? Определенное время, вот, когда началась пандемия, вообще партия «Справедливая Россия» отказалась от политической деятельности, в один момент, может, вы слышали, и мы все, конечно, были заняты каждым своим делом в борьбе с этой заразой. На самом деле, очень тяжелые времена были и в Карачаево, Чешкесской республике, очень много людей было больных, вот, и мы столкнулись с той проблемой, которую мир до этого не видел, да, по большому счету. И, конечно, где-то мы чуть подкачали, где-то молодцы, вот. Ну, в общем, что мне понравилось, что вот мы вот сплотились на самом деле, да, вот, и очень много хорошего, позитивного, особенно вот эти фонды, которые помогали людям, да, которые попали в тяжелую ситуацию. Очень много, что нового раскрылось вот за это время, да, были ли там определенные люди, которые хотели сеять панику, да, среди народа. Люди реально просто, ну, с ума сходили. Я понимаю, что было очень тяжело. Ну, самое страшное, когда в тяжелый момент съешь панику, это самое страшное, да, очень плохо, что вот как-то мы, с одной стороны, пытались вот как-то людям помочь, объединиться, хотя понимали, что не все хорошо, а были люди, которые вот... И вот что мне больше всего не понравилось, ни один вот этих оппозиционных оппозиционеров не писал людям, чтобы они сидели дома, не выходите, берегите себя. Ну, как-то, честно говоря, мне очень не понравилась эта ситуация в целом. В целом мне очень понравилось, что вот люди сплотились, и очень-очень много позитивного, и вот мы сотрудничали, да, с тем же фондом Милосердия, очень много людей приходило, помогало. В целом, вот, очень много позитивного я в этом вообще моменте увидел. Ну, сейчас опять вторая волна пошла, я думаю, уже все-таки у нас и опыта побольше будет, да, и тех же врачей, которые столкнулись с этим, уже, ну, как бы набили руку, да, как говорится, уже больше понимают об этой ситуации. Надеюсь, что в этот раз все равно будет легче. Но очень много больных, всех призываю, чтобы они берегли себя. Поменьше выходили на улицу, в летные места, особенно за наших старших очень страшно. Эта болезнь оказалась, на самом деле, очень страшной заразой. Вот мы все должны беречь себя, особенно со своих старших родителей, стариков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова